Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалтыри царя Давида. И сегодня мы будем читать 13-й псалом. Надписание этого псалма начальнику хора – псалом Давида. То есть этот псалом исполнялся левитами, когда они пели его хором. И псалом начинается словами «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Святитель Иоанн Златоуст пишет «Безумцем Давид называет не слабоумного, но человека, развращенного умом». А этот безумец был очень сообразителен. Он не сказал языком, но скрыл зло в сердце, потому что знал, что, похулив Бога вслух, в то время таковых побивали камнями. «Речь в сердце, то есть только помысел, что нет Бога». «А что от этого произошло? Растление, растлевшееся и омерзившееся в начинаниях. Ибо первое пролагает путь ко второму, и каждый, бесстыдно согрешающий, хотя и не говорит словами, но самими делами и необузданной жизнью, отрекается от Бога». Итак, безумец произносит эти слова в своем сердце. Сказал безумец «в сердце своем нет Бога». И этим показана осторожность этого человека, который знал, что за богохольство могут побить камнями, поэтому он не является безумным в таком полном понимании этого слова. Он говорит эти мысли про себя, но его поступки показывают, что он идет не в правильном направлении, его ход мыслей как-то извращен. И мы прочитали «Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Как в романе Достоевского, братья Карамазова, один из героев романа, говорит, если Бога нет, то все можно. Как бы нет никаких сдерживающих начал в этой жизни. Жизнь одна, а философия таких людей после нас хоть потоп. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумевающий, ищущий Бога». То есть Господь созерцает наши сердца и наши мысли, и Он наблюдает процесс внутреннего рассуждения в сердце человека. И Господь ищет таких людей, которые ищут Его, Бога, пребывают в поиске Создателя в сердце своем, в действиях своих, в своих собственных эмоциональных переживаниях. «Все уклонились», сказано далее, «сделались равнонепотребными, нет делающего добро, нет ни одного». Эти слова позже будет приводить в своем послании к римлянам апостол Павел, когда будет указывать на общее нравственное и моральное согрешение рода человеческого, падение рода человеческого. Но все начинается с предположения, что Бога нет, когда безумец произносит это в своем сердце. А как результат такой точки зрения развращенность, падение нравственных начал. «Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие?» – вопрошает Давид. «Съедающий народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа». То есть действия этих людей направлены не только против самих себя, хотя есть грехи, которые человек совершает только против собственного тела, об этом говорится в Библии, но они поедают народ Божий, как едят хлеб. У них потребительское отношение к другим людям, и они очень агрессивно себя ведут по отношению к наследию Божию. Они же не призывающие Господа, потому что не веруют в Него. В Евангелиях описывается случай, когда один неверующий пришел к Иисусу Христу, и у него была очень серьезная проблема. Он хотел помочь страждущему члену своей семьи. И неверие не помешало ему это сделать. Христос спросил его, веришь ли? И этот мужчина воскликнул, «Господи, в неверии моем услышь меня». То есть если человек искренний, даже его личное неверие, оно не помешает ему, если он будет искать спасение для своих близких, для себя. Я знаю много неверующих людей, которые с завистью смотрят на верующих и говорят, «Как бы я хотел иметь такую же веру, как у вас». Потому что, когда человек живет без веры, все как бы лишено смысла. Все цепь каких-то случайностей, разорванная цепь, как бы не связанных друг с другом событий, а в конце мрак и небытие. Съедаемые такими мыслями люди готовы уцепиться за что угодно. Известно, что когда умирал английский писатель, Вальтер Скотт, а он был атеистом, неверующим, один из его друзей, стоя у его адра, сказал ему, «Держися, друг!» На что Вальтер Скотт ответил, «Если бы я знал, за что держаться». И другая ситуация, когда умирает верующий, или он переносит какие-то трудности в этой жизни, ему есть за что держаться, ему есть на что уповать. Это вера в Бога. Поэтому те люди, которые пошли путем неверия, они сами сознательно избрали этот путь на определенном этапе своей жизни, они подставили самих себя. «Там убоятся они страха, где нет страха, ибо Бог вроде праведных». То есть эти люди будут испытывать страх, где нет страха. Что значит «где нет страха»? Имеется в виду, что их страх не оправдан, но он все время их преследует. Они боятся потерять работу, они боятся потерять здоровье, они боятся остаться одни в этом сложном мире на старости лет. У них очень много страхов, и чаще всего эти страхи не оправданы. Но если человек не имеет упования на Бога, все бессмысленно, все лишено смысла, все разорванная цепь случайных каких-то происшествий. «Ибо Бог вроде праведных», восклицает Давид, «вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его». То есть безбожники иногда смеются над бедными верующими и говорят, «А где же твой Бог? Почему Он о тебе не заботится? Почему Он тебе не помогает?» Но верующий, даже в крайне стесненных обстоятельствах, он чувствует помощь Божию, он чувствует поддержку Божию, потому что религия наполняет смыслом все, и боль, и страдания. Религия наполняет смыслом и саму смерть, и там, где неверующие видят мрак, и небытие, мы видим свет и Христа. «Кто даст Сиона спасение Израилю?» как бы вопрошают эти люди. Для них Сион – это пустая гора, но для верующих это святое место, где обитает Господь. И Давид оканчивает этот псалом словами, «Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». То есть, когда пленение народа Божия прекратится, а полностью это прекратится только в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, тогда каждый человек сможет вздохнуть полной грудью, ощутив свободу в Боге и с Богом. А нечестивые будут постажены в день страшного суда. И для них в смерти, когда обнаружится иная жизнь, это будет глубочайшее разочарование. Оказывается, они, живущие без Бога, потеряли главную нить, держась за которую, человек может пройти даже и долиной темной смерти, долиной мрака и пустоты небытия. Ибо в Боге все имеет смысл, и жизнь, начавшаяся на земле, она не прекращается за гробом, и в день суда все будет расставлено по своим местам. И вот это утверждение, что Бога нет, окажется утверждением абсолютно безумным, лишенным всякого практического смысла.